Сколько здесь все собрались, ученые люди, вы хорошо должны помнить, что сам акт творения всего мира начался с того, что с уменьшения, а не с уменьшения, с уменьшения ощущения присутствия в мире, цинцюнка. Сначала только, когда верну его свет, ничего нет, ничего не могло быть, потому что если есть его свет, то в нем все растворяется. Ничего не может быть рядом с ним, потому что он это все. А если произойдет уменьшение этого, создается возможность для того, что чему-то быть. Но само уменьшение – это трагедийная вещь, правда? Я хочу, чтобы было много, стало мало. Так это уже трагедия. Я хочу, чтобы вы пришли через Есот к Малху. Как вы знаете? А, вы видите, даже Камин. Это издание, ну вы знаете, Есот к Малху. Это просто, тут есть, все, наверное, знают это, что такое, тут гибридное. Детские laissezorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorz Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они видят, что там место духовной работы. Тут-то мы и занимаемся этим. А там в Иерусалиме из нас роботов хотят сделать. То есть и те неправильные, и те неправильные. Это вот трагедия, которая просто телопискит, как это работает. Это очень похоже на частые наши дела, не только свободные. И что? Что? Да, по-настоящему. Да, и это тоже поднимает в очередной раз сложный вопрос. Видите, не выдерживает этого зоны ничего. Просто в очередной раз и в букв сразу. Так, потому что когда мы читаем это второе? Мы все хорошо помним. В конце книги Багитбар. В Торе говорится, как бы, в конце концов, сначала плохо, но потом в Торе дается добрее. Когда они поправили и сказали, мы пойдем в Халуцин. Мы будем впереди все. Прекрасно. Так все хорошо. Так и должно быть. И более того, эта земля вошла в состав эры Цистраэл в определенном смысле. Вы правильно сказали. Они внесли в воздух эту идею. Теперь. Потому что они сделали чугу. Ничего, чтобы я уклонился в это. Это важно. А идея осталась. И она не действует. Потому что когда человек сделал чугу, все стирается. Илювень, гад и хатиминаше. Прекрасно. Сделали чугу. Все сделали. Огромные поля, огромные луга. Как говорится, все хорошо. Когда эта полезная точка начинает работать? Когда чугу разламывалась. Тогда откололись 10 колен. Идея откола возникла снова. Получается, что эры, вен, гад и хатиминаше не имели права бы откололиться. Они должны были остаться с егудой. Понимаете? Потому что у них есть та ошибка. И они сделали чугу. Пока чугу работает, все хорошо. Пальцами никто не может тронуть. Все. Пошли старыми путями. Все правильно. И первые были наказаны. Потому что они первые придумали, что вы там у себя, а мы там у себя. Тахат гафно, вы тахат эйно, как продукты говорили. Я у себя, у меня с моей квартирю, что у меня? Дорогите с вашим адвайтом. Я живу у себя в квартире и не мучите меня. Так нельзя. Есть что-то тут. Есть общность. И они первые, кто вышли из этой общести. Сделали чугу. И сколько они там продержались. На прикидку, что я сделал, что я могу ошибиться. 400 лет до Крама, потом 400 лет до Крама. Они за 200 лет до этого полетели. Это значит 600 лет держались. Через 600 лет гнали их в небытие. Неизвестно куда, в Иран. И что дальше, где концы, и с концами трубы на идти. В Афганистан, вот эти края. Нет, Рубена, Гады. Но мы не знаем, нет никаких этих. Поэтому иногда там всплески бывают. То эти говорят, то говорят. Этот объявил себя, этот объявил в Индии, там, по коленам Минаше. Хатим Минаше, так в Индии объявили себя, мы, Минаше. Конечно. А что с этим делать? Ничего не надо делать. Вот правильный ответ. Я спросил, что с этим делать? Ничего не надо. Потому что придет Илья Аванави, тогда Юхасим будет восстановленный. И тогда он скажет, это колено Минаше, колено Минаше к нам придет. Ну, до Илья Аванави, надо сказать, Шерга Алтайская называется. А тут целая организация уже. Я лично не имею ничего против ни одного человека такового. Но когда вы думаете с кого-то колено, так зачем это нужно? Они уже поселяются, и все. И, кстати, очень хорошие люди. Опять-таки, чтобы у нас не было чувства расизма, это очень неизменное. Но идеологически, это не про духовные, неправильные такие вещи делать. Илья Аванави не пришел, а мы уже тут назначаем. Ты Минаше, ты это, ты это, ты это. А? А, вот и другое дело. Мацея Шаббат, мы же говорим, каждый Мацея Шаббат. Еще сегодня может прийти. У нас не говорили Мацея Шаббат, он у нас появился в ночи, и он будет. Мы не сегодня будем согласен. Да. Ну, так от вас, Шошана, зависит все. Мы, наши глаза, устремлены на вас. Вы что-то об Илья Аван? Я, нет, 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 нет. Мне родители дали имя Илья Аван, слава Богу. Но я говорю про Илья Аван Ави. Шошана. Я же рассказывал, все тут знают мои рассказы. Что у меня был ученик, у меня было четыре Машеяха. Один из них был максимально добрый, и он все время отбивал меня, чтобы я признал, что я Илья Аван Ави, чтобы я его назначил Машея. У него корысть была. Сначала я обрадовал, что он такой альтруист. Это в Арсаме, когда я был там. Было четыре сумасшедших. Там было, к сожалению, их один меня назначал в Илья Аван Ави. Но у него был, у вас чисто устремлял, у него был корысть. Я его обязательно, как говорится, обмен. Я тебя, как говорится, я тебя, Илья Аван Ави, а ты меня Машеяхом обрадовал. Так что почти уже попал, видите, в Илья Аван Ави. Почти, не хватило, что я не знаю. Да, пожалуйста. Ну, он начал негативно. Да, потом дети падают, что-то чугу сделают. И главное, пойдем к халуцинь впереди. И именно впереди надо идти тогда. Если ты так делаешь, ты должен идти впереди. Пусть чугу должна всегда быть контр того, что происходит. Ты хочешь остаться позади, а вы там уже все идите и воюете. А, нет, так нельзя. Ну, тогда я должен быть впереди. Понимаете, почему? Теперь, почему рювен гад и хацфимина шея. Я иногда думал, знаете, пока еще ничего не было. Нигде не прочитал, никогда ничего. Именно в этом смысле, как бы в контексте вашего вопроса не могу сказать. Про рювену у меня есть что сказать. Да, но это про него одного мало. Про него, если бы он был в родине, я бы знал, что сказать. А про вот сыроек этих я пока не могу. То есть я не хочу сырые вещи говорить. Это неправильно. Так что у нас есть еще немножко времени. Следующая фраза. Предыдущая, прочтем просто. Мы говорили про Агев. Помните, что там? Континижная форма. Все время. Ваевен кмо рамим мигдашом. И он построил мигдаш из чего? Кмо рамим. Рамим это одно из имен Шамай. Небес. Рам, как высот. То есть бет-мигдаш, получается, здесь уже прямо нам говорят, что это кмор амин. Что это духовная вещь, как небесная вещь. Это не здание. Это не фирма Солен Гонеш. Сейчас сейчас. Что мы ждем? Давайте построим третий храм. Так мне тут и рассказывали, не знаю, я честно, это или нет. Ты приехал, тоже может быть. Приехали из какой-то африканской страны. Колено какое-то. Нет, нет. Они приехали в строй третий храм. Не жалко. Иди. Да, они никому не пожертвовали. Наши умники быстро создали амуту. Прямо чуть ли не вздет уфа. Они избрали директора этой амуты. И все денежки, и все золото, что они с собой привезли, быстренько приходили. Теперь это все принадлежит амуте. В третьем храме. Да, в третьем храме. А где эти самые... Вот, ну, я тут была занята другими вещами, не побежала. Узнаете, узнаете, хорошо. Я не слышал никогда об этом. А? Да, вчера мне тут кто-то рассказал. Нет, вы там идете на домах. А мне только до меня... Да, я не знаю, я слышал такого. Нет, в интернете было еще, что эти донские казаки... Это колено дам, если вы не знали. Это тоже было... Ну, это очевидно. Каждый, кто смотрит картину, как они пишут письмо турецкого шестана, видишь, там колено Дана находится. Вот еще и, мол, Дан и Дон созвучно, и поэтому Дон... Иордана... 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 Хазакин. Да, Хазакин, Казаки, Хазакин... Да, там... Ну, что-то вот такие вот приводили доказательства. Ну, это просто... Нет, каждый эту картину Репина видит. Знает, что это так. Это даже... У нас-то нет этих сомнений. Мы же знаем, что это так. Да. Так. Как же мне интересно, что будет собаке, которые впервые арестованы. Сейчас, что у нас все сбивает. Только мы нашли колено Даны, вы уже... Так. Так. Серьезно, давайте, осталось несколько минут, пожалуйста. То есть мы... Фраза. Значит, мигдаш это не соль-эл-боне и не деньги, а му-ты. А керес, ясада, ле-олам. Я говорю, не очень... Керес, ясада, ле-олам. Керес, это как эрес. Ясада, это как земля. Ашер, пропускай. Ашер, ясад, отка. Ясада, да? Ясада, ясада, ле-олам. То есть получается, что вейд, мигдаш, это как шамай. Не, 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 не. Ясад, ясэ, да. Нет. Керес, ясад, ле-олам. Ясад, отка. От эрес. Значит, получается, что... Мигдаш, это как шамай, и как эрес. Так или не так? Так или не так? То есть потрясающая вещь, что мигдаш, с одной стороны, это как суть шамай, а с другой стороны, эрес. И это снова, как и серьезно. И это, в отличие от этих обутов, говорится, что как-то эти храм будут построены. А если серьезно говорить, значит, получается, что... С неба может и спущен быть третий храм, если у нас есть лицо, основание наше, здесь хотеть всю подготовительную работу сделать к этому и прочее, чтобы это было бы правильной, завершающей частью всей структуры. А если нет структуры, то нечего завершающая часть. Помните все время, кто построил первую храм, и как в основном, это что умел. Если нет шлемута, то не будет завершающая часть придет, если не на что прийти. То есть нельзя крышу поставить, если нет дома. Поэтому дом, крыша должна быть готова, но как только дом, тогда соединение происходит. Ребята, если так пишем, не дрожим, но это на хорошей ноте закончим, а то так и останется у нас. Так, что-то другое. Сначала задавать вопрос, а потом заниматься. Есть ли что-нибудь, один вопрос, горячий. В Кузьминском что-то горячее, нужное, срочное, важное или нет? Горячее – это разумные тени на ману. Нет, нет, ты не переводи на русский язык то, что это говорит. Как? Есть, нет, что? На хануке там нет светящейся, а не меряющейся. Да, есть? Все, все ясно. Все ясно, да, переходим. Тарат пройте, 53-ю страницу. Она же 52-я. Попросили упомянуть в уроке Илуйни Шама, Йорцин. Ну, по-еврейски, это будет Чимон Бен Цви. Здесь так, что мы это сделали. Попросили меня, вот мы выполнили. Дали бумажку, написали. То есть тогда легче запомнить. И мы на 52-й странице внизу прочитаем фразу, которую мы уже обсуждали. Я не буду повторять. Но мы прочтем, чтобы идти дальше. Вторая строчка снизу, 52-я страница. Я прошел, Всевышний говорит, как бы, я пройду. Как перевести прошедшее или будущее время? Скажите, в аварте. Прошедшее. Прошедшее. Будущее, потому что это переворачивающее. Так же, как в Айомер, это не он это сказал, так и в аварте, я перейду. А как, почему так? А потому что, если бы я прошел, так просто было бы аварте, и был бы в контексте, видно, без в аварте. Вот, нашлась бы, так сказать, другая форма, которая подсказала бы нам, что речь идет о будущем времени. В аварте, берет с мистраем, балайла-газе. Я пройду по стране Египта в эту ночь. Не помню, что за ночь. Это ночь, когда исход из Египта. Это значит, эта ночь, модель выхода человека из темноты, из болота, из всего. И поэтому подчеркнуто балайла-газе, хотя и так ясно, когда идет, о чем идет речь. И так ясно, что в эту ночь, а не в другую ночь. Говорится, сделайте так, вот это, ешьте этот самый карбан-песов, перед этим, смотрите, четвертая строчка снизу. Века, хато, хло, то, так вы должны его есть. Мы знаем, что ездим дальше с ним, все вышли, и я пройду ночью. Даже не надо было бы балайла-газе, просто вы кушаете, а я пройду. Но подчеркнется, вдруг, внезапно, балайла-газе. Почему? Потому что нам говорится, что это балайла. А мы бы думали, что это день. Но говорится, что это ночью. Почему нужно говорить, что это ночью еще раз? Какая идея. До этого говорится, вы должны кушать, это и до утра не оставьте. Помните, до утра не оставьте. Вот даже пятая строчка снизу. Вы лототируем именно от бокер. Говорится, что ночью и до утра не оставите. У нас от этого законы Песоха, которые мы собираемся, надо, чтобы все это закончить в таком-то время. Все понятно, что речь идет про ночь. Почему здесь вдруг говорится, балайла-газе. Какие есть идеи? В эту ночь. В эту ночь, и именно ночь, и еще в эту. Понимаете? И ночь, и в эту. И мы уже просто совсем уже наизусть знаем, что это ночь. Зачем говорить? А? Это последняя. Есть элемент, конечно, а что это последняя. И я немножко подсказал, есть элемент, что это именно ночь. А почему нам нужно напомнить? Ночь-то голубь. А почему нам нужно это напомнить? Мы знаем, что мы тут рабы в Египте. Мы знаем, что все. А? Почему нужно вдруг... Нет, нет. Все рассказали. Вы выход. Все есть. Почему нам нужно в этот момент напомнить? В истории ни одно слово не бывает лишним. Ни одной буквы. И ни одно место не бывает случайно. Почему в этом месте нам нужно напомнить? Здесь я вам уже подсказываю. Что в этом? Рано именно в эту ночь, а не в другую ночь. Когда карбан-песок, в эту ночь. И почему мне нужно напомнить, что это ночь именно в эту ночь? Там красство, к свету ведут. Есть, да. Хорошо. А почему мне нужно подчеркнуть? Я уже прям так подвожу дальше. Что мы делаем с вами? Что мы делаем в эту ночь? Волит и красство. Нет, мы не выходим. Мы еще кушаем карбан. И что еще? Что такое карбан? Слово карбан, что такое? Да, мы чувствуем себя уже близко к Всевышнему. Все уже хорошо. Мы уже, это называется карбан. Уже седор-песок. Это называется в переводе на наш язык. Вот уже все люди соблюдающие. Вот уже за столом, который все соблюдающие. Все, все. Что в этот момент происходит? Главное, номер один. Расслабляемся. Все уже хорошо. Мы уже не просто кто-то. А у нас уже карбан. У нас уже все заняты их делом. Мы уже с вами на высоте. В эту минуту говорится, «Галайла-газе». То есть, извините, в этот момент вы еще в Галуте. Вы еще не сдвинулись с места. Вы идете правильно. Вы вчера еще этого не делали. Сегодня вы уже «Авададо-шем» это называется. Служение Всевышнему. Как у нас в седор-песок. Вы когда будете... Мы уже не седор-песок. Мы уже не седор-песок. Мы уже не седор-песок. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 разбиение сосудов основано на том чтобы все было цельное должно быть сначала разрушено потом выстроено цель а почему раз это само уже выстроилось это уже не покидит нет я не знаю мне тут человек нуждается не цели я не могу сказать это не хочу так сказать надо делать надо просто делать я думаю там тикун уже внутри тикун так значит да так что сказал в чем наша проблематика всевышний выбирает колено и люди болтуют с этим нет проблем после провала и сон понимаете в чем проблема это проблема что делать что делать ну мы с вами поскольку нам хорошо да мы живем уже сейчас чуть-чуть ироническое слово хорошо мы уже все знаем все что было мы знаем мы не знаем что будет но что было мы знаем что кончилось тоже провалилась ситуация понимаете это мы видим все правильно значит был назначен 300 лет было не дано 300 лет провалилась потом был шевет и бута давид амелорг не сотый шорож машин назначен тоже не вышел на концерте 300 лет 300 лет которые мы здесь были до давид амелорг 420 лет 400 лет верни но я округляю 300 лет до всех этих событий 300 лет после его шоу генуна было уже 300 лет книга шоктим охватывает 300 с чем-то лет не нет всегда же свобода в любом этапе мы можем все сделать весь народ можно сделать пшеву сегодня не надо нигде не записано знаете здесь такой тяжелый вопрос например в Толмуле говорится что мир существует 6000 лет тоже как раз этим у нас нет проблем нам удобно мы живем в 5700 в каком году так нам легко смириться может еще и так тянем до чего-нибудь кто знает скажи этот человек который живет в 3000 году в 5000 году что так все мои усилия чувы на что будет чтобы что навоз истории должен быть как там говорили в других местах не про евреи а евреи может быть навозом истории и в жизни же уникальна так как что хоть на голову встать должно быть 6000 лет и ничего так зачем так что какая а в датах кодыш у нас будет в 4588 году никакая на ее самом деле это не так на любой момент может быть полный так сказать тикун-а-ла поэтому поэтому кодыш бургу не хотел чтобы по шарабей не вошел если бы зашел то вероятность тикун-а-ла была настолько большая что скорее всего это произошло а вы скажете так вот и слава богу что произошло вопрос очень непростой потому что как вы же понимаете а если должны быть все эти сферот скажем все должно было реализоваться Амаширабей ну что у нас все одни каббалисты собрались а что нет нет а не каббалисты собрались у нас все очень хорошо все просто ну а нецех Так вот нельзя было, чтобы Маше пришел. Понимаете? А вы сказали, не цех, не цех, ты куна лам, что лучше, чем ты куна лам, может быть, справление всего мира. Исправление должно быть исправлено так, чтобы все исправлено. Если было бы там, то были бы противоречия, то могли бы неизвестно, что бы взорвать. А так все-таки ничего не было. То есть там были бы, может быть, вещи, кто даже, я не знаю, что, но сюда можно опасаться. Не хочу говорить. Ну, а что у нас тогда с этим? Все с этим. Значит, надо было дать его возможность. Не реализовал, но полморок не падает, пусть ничего не реализовал. Следующий, надо, следующий. Но каждый из них оставляет след. Каждая нереализация оставляет след. Потому что нереализация не просто пустота, а стал же память. Остается след. Как говорят, я не знаю, но вы каббалисты, или я хорошим остается. Так, в книгах написано. Рошим. Остается рошим. След. Значит, когда мы пройдем в мире все это дело, то есть след Йосефа остался. Не выполнен, все-таки остался. След Ягуды остался. Это Давид, Швамо остался все-таки. Соответственно, как только все это есть, к этому может прийти уже второй, так сказать, к этому можно прийти наполнение, которое есть уже куда прийти. Из меня было светло, тогда была бы задача более жесткая. Для того, чтобы без без разрушения произошло, все, так сказать, свойства нашего мира должны быть очень идеальны, которые нельзя не разрушать. А тогда настолько было бы железно все, что опять не было бы выбора. Выбор всегда, когда есть слабость, тогда есть неизвестность, когда есть ночь, да, мюрак, эрр, все запутанно, все непонятно. Тогда только можно к чему-то прийти. Как сказал Мошера Бейну Кораху, помните, Корах с командой пришли, стали там логические построения строить, совершенно верные, что зачем Цицит нужен, когда и так вся одежда хелет, зачем Мизуза нужна, когда и так весь дом с Эферторой заполнил, так что Мизуза маленький свит, так это весь дом заполнил с Эферторой. А Мошера говорит, надо, так это нелогично. Все запутались. Смотрите, Корах провалился, а до этого никто не бил, никто ничего не делал. Правда? Все пошли за Корахом, потому что он говорил, умный вещь, все в порядке, все нормально. Умный, богатый, знатный, все у Кораха есть. Ни слова не сказал против Всевышнего, сказал, что Мизуза не надо вешать. Никто ничего не мог сказать. С другой стороны, может, и Рабейну люди лихи тоже. То есть люди запутались совершенно. Что сказал Мошера Вин однослово нам сказал? Бокер вайдашу, то есть утро сказал, Эрот, это все запутанно. Придет Бокер, это Бикур, Левокер, все будет ясно, и мы узнаем правду. А дальше я не буду ему пересказывать то, что там написано в Корах, мы все ученые и все знают. Правда, да? Маскал слово Бокер, потому что Контр-Бокер это Эрот. У нас есть военение Рэвей и Бокер. Сначала Эрот, потом Бокер будет. Так он сказал Бокер. Откроете Тору, увидите, что там написано. Понятие вечера это голубь, понятие Бокер это Георгар. Все, все становится ясно. Вот, так вот, если все железно ясно, тогда не будет ломаться ничего, тогда не будет выбора никакого, потому что все ясно. Утром, но незачем выбирать между тьмой и светом, потому что есть только свет. Ночью, когда мерцание звезд, луна, это не просто бросается, это действительно, я имею в виду, это важно, луна, звезды и ночь. Мы должны выбирать, что нам нравится больше, ночь или все-таки звезд. У нас есть выбор. А встает солнце, все ясно, что выбирать, что на небе крови солнца, ничего нет. Поэтому выбор только может быть тогда не уран, все запутан. Поэтому делается так, мир пошел, это предплан, чтобы мир пошел по такому пути, чтобы ломалось все, чтобы неясно все. Когда ломается, мы должны все равно верить. очень легко верить, когда все в порядке, правда? Замечательно верить, когда все хорошо. А когда мир ломается, попробуй верить. Так вот, мир построен, как бы так устроен, чтобы нам предоставили возможность быть людьми верой. Если было бы все железно, мы бы не были бы людьми верой. А говорится, А если все железно, то абсолютно... Это пророк Авакук это сказал. Авакук это один из 12 пророков Треск, Танар. Авакук. Он сказал такую фразу. Это один. Это один по имену на то, и хрен. Таким у нас не только когда кем у нас. Аглантир, но никто не верит из нас дважды 2-4. Просто знаем, что дважды 2-4. 2 и 2 это 4. И надо верить. Но сложить не всегда 4 правого бухгалтера. Бухгалтера это, конечно, 34. Но мы же говорим про нормальных людей, а не про бухгалтера. Бухгалтер это отдельная категория людей. Это отдельные люди. особенные. Это неопознанные летающие объекты. Насколько вам надо. Что? Во что верить, что он будет? Во что верить? А, что его вера другая может быть вера? Но его вера не, но и ехе. Не, их ехе. Их ехе. Будет жить. Будет жить. Да, их ехе. Как это? Но все в том, что вы верите. Катеринская просто верит в ложь и живется этим. Это, пожалуйста, это уже свобода выбора. Так мы его не назовем цадик. А, то есть он вместо всевышнего нас. Мы назначаем уже хозяина мира. Ну извините. Это вы шутите. не говорится. «Адам» при монотолике. Как путать. Нет. Говорят же «Тамин бы то» и «эту». Нет. Так мы говорим. Да. Это, как говорится, для того, чтобы нам значит... Не пить для того, чтобы нам понимать, что если мы верим во Всевышнего, то будет что-то хорошо так сказать, чтобы мы не портили так сказать ему время. Не оттягивали время завершения всего добра. А не так, что ты будешь верить в хорошее и будет хорошо. Как мы... Я не говорю о детях или о разных людях, но так никто не говорит. Такая народная поговорка это просто подсказать человеку, что будет хорошо, потому что все личные правления. Тут не имеется в виду просто будет хорошо. Тут имеется в виду, если ты думаешь хорошо и идешь по правильной дороге, то результат по идее... А тут я буду ламгабат. Это единственное, что обещает. Может хорошо. Ну так, это об этом контексте. Это очень важно. Если человек ведет себя хорошо и поступает хорошо, будет у него ламгабат. Это Тора обещает. Тора не обещает, что будет хорошо никому. Она говорит, что если народ будет идти хорошими путями, то будет дождь вовремя и прочее, прочее. А не так, что один человек ведет хорошо, он может быть просто всю жизнь больным, он может всю жизнь бедным, он может все что угодно. Нигде Тора этого нигде не обещает. Но ламгабат это другое дело. Ламгабат гарантирован. Мы должны бояться всегда. Никто о себе не думал, я кого-то боялся. Но мы можем сказать, а абстрактность ситуации, что если человек ведет себя правильно и хорошо, и прочее, он его будет ламгабат. Это 100%. не нужно это 100%. Просто на себя не заходят. Говорит, нужно бояться. Но я хотел заострить меня на другое. Народ, когда говорит, часто там, где проповедуется и бирализм, и клюрализм, то часто говорится, это сплошь и рядом. Может, по радио слышат, сплошь и рядом в Израиле, так сказать, что почему именно только так нужно жить? Имеет, ну, глобально, по-моему, смейно, что-то узкое, но почему можно жить так, как в Толе говорится? Нет, это ничего плохого, если ты веришь в это же элементно. Но в самой же Толе, не важно, что в Толе, в самой же Толе говорится, в Адамбе, Маратое, человек живет в своей вере. Так раз уже в Толе написано, что вы дарите, чтобы нужно жить по-еврейски. Давить не надо, перепутали. Говорится Цадикбе, Маратое. Что это значит? А не Адам. Не говорится Адамбе, но если Адам, то любой человек сам себе придумает религию, живет в этой религии, Эмуна, религию, как просто ты, Эмуна, это религия, и живет в своей религии, никому не мешает, добрый человек всем ведьм, ну, а там, якобы, выполняет, прекрасно. Нет, в Толе это не является, написано Цадик. Теперь, а что такое Цадикбе? Цадикбе, это тот, кто Цедак делает в мире. Тот, кто Цадикбе, это не Филе, Цедакбе, тот, кто правильно сделает в мире, тот, кто помогает миру правильно быть. Как человек придумал свою религию, кому помогает в мире? Оставим его в покое, пусть он так уж и живет, как хочет. Кому в мире? Его соседям? Соседи видят примеры, и он их обучает плохому. Он себе придумал религию, он ее распространяет своим фактом жизни. Даже если он тихо живет, фактом жизни он распространяет свою религию. Так он весь мир только разрушает, он ничего не устраивает. Поэтому не говорится Адам, а говорится Цадикбе. А если Цадикбе, так мы знаем, что это имуна, это только Тот. Не бывает Цадикбе, что имуна его не Тот, потому что это уже не будет Цадикбе. Он может быть хороший человек, он никого не убил, никого не ограбил, и вообще добрый человек, не улыбается хорошо, и может быть он даже праведных народов мира, может быть тоже, но не будет Цадикбе. А будет другое совершенно. Он не был для евреев показатель, как надо жить, он был для евреев примером, что человек в тех законах, как ему дал Всевышний, живет хорошо. Это не еврей, который живет правильно. Это для нас пример, только что можно жить правильно по той Торе, как тебе дал Всевышний. Не евреям дали одну, но не Тору только, это все понимают, одно только дали, нам дали другое. Не еврей справляется, мы должны на него учиться, тоже справляться. Ну, то есть такой еврей найдет, не еврей праведный человек, как не еврей. Но мы не еврея праведного не будем учиться, что делать нам в Шаббат, и как нам надо это делать, и как нам надо другое. Потому что он не знает даже, ты не должен знать. Понимаете разницу? Поэтому только цадьи, бену на Торехе, а не адам, бену на Торехе. Адам не может жить по вере. Адам это, каждый из нас это человек. И не может. Не вписывается ничего, потому что это концепция для разговора. Нет понятия цадьи, бену на Торехе. Нет такого понятия, и вы не найдете это в Талмуде, вы найдете это в техниках. Хорошо, вы не найдете. Но это ведь хорошо, потому что вы сказать, что у человека есть большая сила, у любого человека есть большая сила. Вы сказать, что кто-то, Гозе, а всевышний, Хасфе Халил, так же, кому-то подчиняется, это хорошо для Драшот. А Драшот, это дело хорошее. Но если она приводит плохие мысли, то же в путь. Я не могу сказать, что вы поспокойтесь, что вы подвезли небеса и земли в ситуацию, но с пассивистом, так же это... Так это не надо меня цитировать. Человек молится и, может быть, был больной, стал здоровый, был бедный, стал богатый. Мало ли что. Что? Вся система управления миром находится во взаимосвязи человека и Всевышнего. И сама молитва вкладывает нужный вклад в задуманный план. И поэтому нет такого, что план у Всевышнего был, чтобы человек был больным или бедным. Теперь человек помолился или другой за него помолился, это намного полезнее, и на небе поменяли план. Такого нет. Но для Драшот это можно сказать, потому что все время читаем в наших книгах. Зачем менять стихи? Все время читаем только одно. И евреи сделали чугу, и вот это. И пророк Йона предсказал, что погибет Нинвей, и Нинвей не погиб. Так скажите, Всевышний сказал пророку, ложь или нет? Зачем нам теорию? Вот есть практика у нас. А, так я вот спрашиваю, а как вы думаете? Нет, как вы думаете? Я никогда не думал? Каждый Йонкифур мы это читаем. Всевышний, он сказал правду, в чем заключается? Что иди, скажи, жить для Нинвей. Если они будут продолжать свои дороги, пути они погибнут. Они отменили свои плохие пути, и они стали живы. Вот и все. Потому что правду, что будет, никто не знает. И пророк не знает правду. И смертный человек не может знать. Я не могу даже сказать, что так уже известно было оба все. Но, конечно, намного более душа понятна и открыта. Но она оттуда не может сюда ничего передать. Потому что нет информации, есть только в одну сторону. Нет такого, что откуда приходили, тебе все рассказывали. Если Всевышнему нужно, чтобы тебе что-то сказали, тебе скажут с неба тоже. Но нет такого, что по своей воле нуждаются, через звезды, как говорится, приходят и говорят. И поэтому про руки не знали. И Мошера Бейна просил узнать, и не мог понять ничего. Ему было сказано в книге в Кетиса, в книге на главе книги Шмот, уже скоро будем читать. Он сказал, покажи мне свои пути, Всевышний показал только сзади. Потому что вперед ты ничего не можешь. Мошера Бейну, а выше Мошера Бейну в смысле не была, никого не было. Ни до него, как говорится, ни после него, никого. И он ничего не мог видеть вперед. Нет человека, потому что видение впереди, это отменяет свободу выбора. Соответственно, нельзя знать ничего. Поэтому нельзя никогда сказать, на небе так решили, а вот цадик Бозер и отменяет. Потому что ни цадик, никто, ни Мошера Бейну не мог знать, что на небе решили вперед. Никто не знает. Соответственно, нельзя отменить то, что ты не знаешь. Ты можешь отменить только то, что ты знаешь. Я не могу отменить приговор, который мне неизвестен. Правда? Я могу только отменить то, что я знаю. Так что правда, что цадик и любой человек, когда он молится, когда он думает, когда он делает хессер, когда он переживает за состояние человечества и самого себя тоже, он меняет мир в лучшую сторону. Изменение мира здесь в лучшую сторону изменяет течение событий. Потому что то, что мир в 6 тысяч лет не означает 6 тысяч лет. Может и все раньше быть, но это зависит от свободы выбора здесь. Но как же так? Неужели там не предвидено? Я всегда все время не встаю говорить. Мне можно тестировать сколько-то хотите. Тут я разрешаю. Рабе Акирова сказал, а пол царфуй, варшуте туда. Все предвидено в небе, свобода выбора есть. И понять это нельзя никогда. Это аксимома устройства мира. Мир устроен ровно так. А раз так, то нельзя, чтобы царить ПЗР и отменять. Потому что мы не знаем, что было намечено. Намечено было, что человек должен умереть. Садик Газар и он не умер. Нельзя это сказать. Потому что я не знаю, что было намечено, что он должен умереть. Нет таких данных. У меня нет данных. Ни у кого нет данных. И никогда не будет данных. И поэтому не может этого быть. А когда в дрошот это говорят, хотят сказать следующее, что молитва сильное дело. Ицхак и Гриф были бездетными. Молились. Появились дети. Авраам молился за этого Алимената. И он родился Ицхак. И так далее, и тому подобное, и так далее, и тому подобное. А если бы не молился, может быть и не появился. Аж она не запланирована, что было или нет. он не знает. Факт только, что он молился или не родился. Это факты. Это тысячи фактов. Миллиарды фактов. С каждым из нас, тем более с другими. Но это не значит, что это Гозе и отменил. Потому что нельзя поставить вопрос адекватно, что на небе запланировано было, чтобы Ицхак родился. Нельзя адекватно сказать, что на небе запланировано было, что Ицхак не родился, но благодаря молитве Авраама он родился. Это тоже нельзя сказать. А как можно сказать? Нельзя никак сказать. Потому что нельзя сказать, что было запланировано. Но можно сказать, что запланировано, что Ицхак родится. И можно сказать, что запланировано, что Ицхак не родится. Только это слово запланировано с маленькой буквы. Не план Всевышнего, а план в наших изложениях, как нам раскрывается это. И тогда говорится, что Всевышний хочет, чтобы царик молился, и задерживает рождение Ицхака, и он молится, и рождается Ицхак, и все, а никому не будет. И все будет хорошо. Но как это сам поставить? Или был запланирован Ицхак, или не был запланирован Ицхак? Нам говорится, Раб Яким просто сформулировал, что это нельзя понять. Потому что в нашем мире, в котором мы живем, в материальном этого мира, в материальном мире нет такого, что процессы материальные не описываются законами природы. Они описываются законами природы, и вы знаете, Лаплас сказал, что если знать все абсолютно, только иметь суперкомпьютер, то можно все предсказать. Он просто ошибся, что мир не состоит из материальной части, что из духовной части. А так он описал суперкомпьютер, совершенно верно. Что если все вложить данные в компьютер, иметь хорошую программу, компьютер все предскажет. Проблема только, что там нет этого плана. И поэтому ничего нельзя сказать. Я захочусь. Кому? Информацию дал, чтобы Абраам молился. Дает вам информацию, чтобы народ всевозможен. Так и вся информация только такого рода. Нет другого. Мы никогда не знаем, что имеется в виду. Это, конечно, вся Тора написана. В Талмуде опять. Не надо меня цитировать. В Талмуде говорится. Что если бы не было Ецарара, не надо было нам ничего говорить вообще. Все было бы своим чередом. Сколько есть Ецарара? Есть Тора. И кто же говорит? Если так, пойдет. Если так, так. Но не говорится, что будет. И нигде нет предсказаний. И не может быть. Потому что она не будет свободной. Мир будет разрушен. И поэтому не может никто отменить. И не может никто прийти. Согласен. Я только что сказал, что Дрошот всегда это говорит. Все будут говориться. И небеса имеют слои. Где сказано, где изменилась ситуация. В каком мире изменилась ситуация. Вы знаете устройство неров. Я с радостью, что я не знаю. Но вы знаете, тоже не знаете. Мы только знаем, я это вам в секрет рассказываю все равно. Что духовный мир состоит из многих бесконечных, конечно, слоев. И в каждом слое есть предвидение. А в более высоком есть свобода. И поэтому ни на одном слое нигде не известно ничего. Вы найдите, пожалуйста, и вы там убьете. Все очень ясно и хорошо. И вперед мы будем всегда говорить, что на небесах изменили. Это всегда будет означать, что... Я вперед тоже это буду еще раз говорить. Вы понимаете, что я говорю? Нет, Шашан. Вы понимаете, что я говорю о многослойности? А небеса относятся к какому-нибудь слову. А не ко всем слоям. Потому что про все слоя никто не может говорить. Но я только что объясняю всегда, что есть многослойность. И всегда на всех уроках это говори. И никогда не говорил иначе. Это возможно? Нет. Невозможно, чтобы во всех слоях все поменять. Человек не может ничего. Какой-то абсурдная фраза. Не знаю, кто там записывается. Изменение состояния на третьем слое может быть. Это вы тоже делаете вашей молитвы. Не надо быть чем-то другим. Или на пятом слое. Может, у вас на восьмом слое. Я не знаю. Куда вы там заходите. Это я не знаю. Каждый из нас меняет тот слоя, куда он может достичь. Это не каждый из них уровень. Молитва Абудаташи. Молитва Абудаташи. Мы очень любим. Молитва Абудаташи. Глобальная молитва Абудаташи. Мы не знаем, насколько он стоит. Может, у вас на восьмом у меня на третьем. Молитва Абудаташи. Молитва Абудаташи. Часто бежали. Они видели себе. Лидеров до завершения. Завершения ладно. Но до этого мы должны. Потому что Хиран Исот работает дома до последней точки. И они часто бежали. Это такое мягкое говорю. То есть, что значит это? Почему не мы? Почему не то? Кто они? Кто они такие? Мет Абихал. Это израильский, да? Краза. Мет Абихал. И так далее и так далее. И поэтому это миус. Это отвратительно. Когда человек знает, что может. Умеет потенциал. И знает, что может. И думает так. Мне достаточно того, что есть. В области духовного роста. Мигу Ашира Саммер Бехалко. В области материального. Но не в области духовного. Как только человек Саммер Бехалко. В области духовного. Он сразу вниз начинает. Как Саммер в области материального. Сразу вверх начинает. Он все освобождается и освобождается. Он все лучше и лучше становится. В области духовного. Сразу вниз. Почему? Мир идет вперед. Ты стоишь на месте. Ты не отнимаешь. Но в отношении к миру ты идешь назад. Как на платформе люди, когда поезд едет. Ты стоишь в поезде, а все едут назад на платформе, потому что они стоят. Поэтому все, кто стоят, едут назад. Поэтому духовно нельзя листопед, бамуат и сказать, что хватит. Слава Богу, вот уже 8 раз листонут из общины, не уже доставлюсь. Нет, сверху не регулируется. Нет, ничего сверху не такого, потому что человек должен прилагать только усилия. Что получится, это сверху. Но усилия его должны. Например, прилагать 60% усилия. Только если это нужно для истории, для мира. Для истории, если нужно, то тогда. Если человек нужен, чтобы он продвинулся вперед, его будут подгонять. Если это нужно для других. Если нужно для него самого, это же его судьба, его рука. Мешать, конечно, не нужно, подгонять. Не будет. Но если для других. Поэтому, как говорится, Миша, Ломет, Алнак, Лилмод, Ум, Беламет даже. Маспекин, Беэдо, Белмод, Ум, Беламет. А вот Миша, Ломет, Алнак, Ламет, Вассот, Улыкаем, Маспекин, Беэдо. То есть дают ему возможность. Как бы сказать, подгоняют его, чтобы он мог реализовать все, сделать и все, все. Потому что голова его направлена, чтобы человечество, общество, вокруг него это сделал. Тогда ему с неба подарят эту помощь. А если он даже хочет учить других, ему не помогает. Учить других, что может лучше. Недостаточно. Надо, чтобы сделать, чтобы другие люди были лучше, чтобы мир был лучше, чтобы город был лучше. Понимаете, община была лучше. Тогда с неба помогает. А если он говорит, заботится о себе. Я вам часто в такой детской модели говорю. С неба говорят, ты думаешь о себе? Пожалуйста, думай о себе. И дальше, может, с неба никто тебе не мешает, никто тебе не бредит, никто тебе не посылает ничего плохого. Думай о себе, только не обращайся к нам за помощь. Раз ты думаешь о себе, пожалуйста, оставайся с собой. Но если я думаю о других, то тогда, а мне нужно доехать на машине к другим, так мне помогут с неба, чтобы у меня была машина. Потому что мне машина не нужна. Я должен приехать к людям, к примеру. Я должен к ним доехать, не знаю, там, на край света. То получится так, что получится у меня машина, я приеду на край света. Понимаете, механика, это механизм, это универсальный механизм. А если я думаю о себе, о себе, о себе духовного роста, или вот именно на этаже, мне говорят, прекрасно, очень хорошие задачи достать, молодец. Продолжай дальше, ставь и живи спокойно, и живи как угодно. Только не обращайся на него за этим вопросом. Понимаете, это механизм. Потому что ты не шутав. А если ты хочешь поехать к другим, ты шутав, как одно из барву. Ты же другим хочешь сделать жизнь, как одно из барву. Ты его шутав. Но для вам это не то же самое, что поехать к другим? Нет, потому что если я преподаю, это происходит часто. Если я преподаю, если человек преподает, и не горит тем, чтобы эти люди поднимались, просветлялись, улучшались, так он преподает так, как и армию математики может преподавать. И мне интересно, чтобы все знали таблицу умножения. Я вам преподаю таблицу умножения. Но я не горю тем, чтобы вы стали умнее, лучше, как вы, для себя. Это в области таблицы умножения, не больше того. А тоже это не текст. Если преподаю текст, чтобы вы поняли текст, это означает, что недостаточно. Это линон, линон, а линон, это недостаточно. Я преподаю текст. Смотрите, я научу вас словам. Предположим, буквы, все, буквы, словам. И все, вам понятный текст прекрасно. До свидания, я еду домой. Это негатив. Надо, чтобы человек, кто преподает, горел тем, как люди. Что люди поднялись, они, это раз совсем другое. Что такое? Лишмот, лекаем. Лосо, лекаем. Лекаем это кум. А слово, чтобы это бы, как лица, стояло, как башня, как здание. А если вас только обучают, как строить дом, но дома нет никакого, а мне все равно, если у меня дом. Я не должен строить дом. Я должен побудить, чтобы вы построили дом. А мне наплевать на этот дом. Я вам сразу сказал, вы хотели чертежи, я научил чертить. Делайте, что хотите, до свидания. Вот это линон, 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 а не лекаем. Лекаем это же киум был. А киум, это если вы будете это делать. Я же не могу за весь мир делать. Вы не можете за весь мир делать. Каждый должен делать свое. То есть должен быть аспект, что я хорлит ли гром, ли ниша у лирцов, лекаем. Их сильная форма, два года. Ну вот я не знаю, как это говорить. Поэтому про старую Авраам на том уроке сказали, ну вот это все, а с родной языки в ритм, мы сами с трудом долим кормить. Так что, по словам фонты, веанефиш ашер ассуба хара. Они пришли в ритм, все знают, все знают, раньше приводит этот медраж, веанефиш ашер ассуба хара, то, значит, они с собой еще души привели. То есть людей привели с собой, они не вдвоем пришли, целая группа пришла. Но почему-то у нас не люди, о душе, потому что они заботились о душе. То есть о том, что и душе. Не себе, а о душе. Это уроки, это да. То, где мы находимся, мы все находимся с юсэром. И с этим тяжелым глаголом воемас. Правда, это очень тяжелый глагол. Нина хочет спросить, почему он такой, и что у него такого в этом глаголе. Я хочу сказать, что такое анимас. А, да. А, как это... Я не знаю, что это отцовано. Современное понятие, это не то, что вы... Современное понятие в 8 километрах отсюда какое-нибудь собрание большое и будут плакаты «Муж хотим, не мастим». Да, примерно. Да, это периодически. И раз в несколько лет происходит. Хорошо. Значит, здесь мы скажем, так уже не забыть, что рифуа просит для иудит Лена, Бат Ирена, Стейса Бат Зелка, и помощь в духовность небес Йосипу, Бен Рита, Шмуэль, Шмуэль и Юлия Елита. Бен Рита, Шмуэль, Бен Рита, Шмуэль, Алифхо и Абшал, Абшал. Хорошо. Это мы сказали туда. И здесь Соломон Бен Кеохар, то это Рита, Шмуэль. Понимаю. Я только не догадываю, это комедит. Хорошо. Мы сказали. Рита, Шмуэль. Так. А следующая фраза, мы тоже выбрали. Ваифхар и Чевет Йогуда. Мы говорили, почему. Мы говорили, что в этом была заложена большая трагедия в мире, потому что получается, что до того, как сработал Исот Йосефа, уже выбирается Малхут, Ебуды. Это значит, в мир вносится напряжение.